Всем привет! Приветствую вас на своём канале! И сегодня мы с вами будем готовить корейскую морковку по-домашнему. Мы эту корейскую морковку всегда готовим, когда мы хотим её поесть. И мы не идём, например, куда-нибудь в магазин её покупать, мы готовим её дома. Безумно легко, очень вкусно. И ещё один большой плюс в том, что домашняя корейская морковка, она дольше хранится, чем магазинная. Это факт, мы его уже проверили много раз. Так что давайте не будем терять времени зря и поскорее начнём готовить. Итак, нам понадобится 5 морковок, это получается 700 грамм, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, перец по вкусу, как вы любите. Если вы не хотите, вы можете его не добавлять. Также нам понадобится 20 грамм чеснока, 1 столовая ложка уксуса, где-то 3 столовые ложки оливкового масла. И также нам понадобится приправа для корейской морковки. У нас она жиденькая, но продаётся и сухая. Вы можете использовать такую, какую вы хотите. И также нам, естественно, понадобится тёрка для корейской морковки. Так что давайте приступим. Всё, теперь натираем нашу морковку. Вот что у вас должно получиться. Вот сколько морковки получилось. Теперь откладываем её в сторону и на сковородку. Вливаем маслечко и разогреваем его. Пока масло у нас разогревается, мы в чеснокодавке раздавливаем чеснок. Я разделила. 10 грамм нам понадобится для того, чтобы обжарить с маслом. А 10 грамм нам нужно будет потом добавить к морковке. Итак, в разогретое масло выкладываем наш чесночок. И обжариваем слегка, чтобы чеснок отдал свой вкус и запах нашему маслу. Обжариваем пару минут, минуты две может. Также сюда к маслу можно добавлять ещё лук, чтобы тоже лучок отдавал свой запах и вкус. Но мы с луком не очень любим, поэтому делаем только с чесноком. Но вы, если любите лук и хотите, вы можете также с луком тут обжарить масло. Итак, чесночок наш уже поджарился. Теперь мы его вытаскиваем. И маслечко уже будем добавлять к морковке. Итак, к нашей натертой морковке мы добавляем 1 столовую ложку уксуса. 1 чайную ложку соли. Даже можно вот так. 4 чесночка, зубчика чеснока. 2 чайные ложки сахара. Перец по вкусу. Ну, советую его ставить, потому что он как-то придает такой вкус, аромат. Всё. И теперь добавляем нашу смесь корейскую. Вливаем её вот так вот сюда. Всё. Теперь добавляем наше раскалённое масло. Аромат уже невероятный. Вот так его вливаем сюда. Боже, как пахнет. И теперь всё перемешиваем. Можно делать это также руками. Вот так вот мешаем. Там маслечко уже подостыло. И смотрите, какая морковка стала мягкая. Всё. Теперь хочу попробовать. Как же получилось. Мне кажется, что не хватает немножко сахара. Совсем чуть-чуть. И немножко соли. Но по вкусу кто как любит. Вот тут тоже. Кто-то не любит очень острое. Кто-то не любит очень солёное. И ещё смотрите по сладости морковки. Если она у вас сладкая, то сахар вам незачем добавлять. Вот у нас она была не очень сладкая, поэтому мы и добавили немножко сахара. И также плюс домашней морковки в том, что если магазин у вас стоит там день-два-три максимум, и потом она окисляется, её надо выкинуть, то домашняя у вас стоит минимум неделю. Это огромный плюс. Да, конечно, придётся немножко повозиться, но зато смотрите, какая красота у вас получится. И вы будете неделю есть вот эту вот прелесть. Всё, прошёл где-то часик, морковка замариновалась, и теперь давайте упробовать. Ну, я думаю, что получилось вкусно, я уже предчувствую. Ммм, боже. Ну, получилось как обычно, как всегда. Как мы готовим, так она и получается. Безумно вкусно, повторюсь, рецепт очень даже лёгкий, на мой взгляд. Ничего сложного в нём нету. Да, наверное, придётся немножко там повозиться, приготовить, но оно того стоит, поверьте мне. Мы готовим действительно постоянно, всегда, когда вот нам хочется. Поэтому рецепт проверенный 100%. Вот, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok